Здесь, вблизи деревни Шемякина и поселка Лунёва, на мосту через реку Клязьма, долгое время не горел свет. Активные жители попросили помощи в решении вопроса у администрации. К нам приезжала выездная администрация города Химки. В том числе приехал и Дмитрий Владимирович. И спасибо ему большое. Он меня принял и выслушал, где я ему сказала, что помогите, пожалуйста, в течение года есть опора освещения, но нет на них свет. Небезопасно ходить, небезопасно ездить. Он своим подчиненным сказал решить вопрос в кратчейшие сроки. Через три дня свет горел. Теперь пешеходы могут спокойно переходить через мост в темное время суток и не бояться, что их не заметят автомобилисты. А это уже пруд в деревне Шимякино. В начале этого года в населенном пункте произошло сразу три крупных пожара. Экипажам МЧС было сложно подъехать к заросшим берегам водоема. Неравнодушные жители попросили помощь в очистке у администрации профильных служб. В таких населенных пунктах, где в основном частная деревянная застройка, пожарные водоемы имеют большую значимость. Мы на выездной администрации обращались лично к Дмитрию Владимировичу. На прием записывались для помощи в очистке прудов пожарных и постройке пирсов для пожарной техники. Пруды нам очистили, то есть все в порядке, все устроило, косили кустарник, все это сделали. Сейчас следующий этап, ждем, когда построят пирс. Выездные администрации в Химках проводят каждый четверг. На этой неделе вопросы жители рассмотрели в микрорайоне Подресково. Традиционно большая часть обращений касается сферы ЖКХ и благоустройства. Больше всего вопросов – это дорожное покрытие, это опиловка на проводах, это освещение. Наверное, это все-таки основное. Сегодня вопросы были, несколько вопросов было по знаком, по парковке, по одностороннему движению, ну то есть по организации дорожного движения на улице. Всего с начала года в Химках провели 27 выездных администраций. К профильным службам обратились полторы тысячи химчан. Евгения Шуликова пришла на выездную администрацию задать вопросы своей управляющей компании. Очень удобно, что все представители администрации разных направлений ведомств, в том числе управляющая компания, находятся в один день, в одном месте, в одно время. Потому что бывает порой накапливается огромное количество вопросов к имущественному отношению, либо к управляющей компании. И нет возможности ехать в Химки, задавать эти вопросы, записываться на прием. Бабушка семерых внуков, химчанка Ольга Шершнева, обратилась по поводу железной дороги, которая расположена вблизи ее дома. Беспокоится, что придется переезжать. На выездной администрации жительницы округа дали ответ. Вроде бы как-то не затронет, потому что не скоростная дорога будет проходить, а только дополнительная ветка будет. Все хорошо ответила Кристина Артуровна Мадатова. Здесь не было никаких, все конкретно, все четко, разъяснило все вопросы. Выездная администрация состоится 18 июля в Старых Химках. Профильные службы будут принимать химчан в 30-й школе. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.